Отмечать Татьяна День во Владимире же стало хорошей традицией. Такой праздник для студентов у нас проводят в пятый раз. В этом году каток переместили на бульвар Пушкина. Он гораздо больше, так что места здесь хватит всем желающим. Исторически праздновать День студентов в нашей стране начали еще в 18 веке. Тогда был учрежден Московский университет. Впрочем, официальный в России День студенчества начали отмечать только 12 лет назад. Во-первых, отдохнуть от сессии. Во-вторых, такими же сверстниками пообщаться, получить кучу массу приятных эмоций и просто отдохнуть. Всем катающимся даются такие масочки, на них пишутся определенные номера, а номера кидаются в этот барабан. Когда будет проходить самый розыгрыш, будут вытаскивать номерки. И уже по этим номеркам будут выбирать тех счастливчиков, которые получат самые классные новогодние подарки. Какие подарки? Подарки там будут различные календарики и сувенирные продукции. Дискотека на льду, квесты и конкурсы. Этим вечером на бульваре Пушкина есть чем заняться. Кстати, в прошлом году главной темой праздника был спорт. На территории всего нужно найти зеленые штуки. И там будет написано, допустим, Европа 1888 года. И нужно рассказать, что в этой дате произошло. Обращались организаторы и к истории праздника. А в этот раз гладем программы стал поэтический бал. Любой желающий может прочитать любимое стихотворение и получить подарки. Тобой любуюсь и горжусь. Другой мне Родины не надо. Я рассказывала стихотворение моей бабушки. Зовут ее Зинаида Нефедова. Она с самой юности пишет стихи. И я их читаю на всех конкурсах. Это очень интересно. Подобные праздники необходимо проводить. Потому что я вот с удовольствием пришла. И мне очень нравится здесь в компании теплый проводить время. И интеллектуальные игры, и квесты. Это все здорово.